Андрюха «Играй в неё, чтобы там делать то, на что в реальной жизни ты бы никогда не решился». «Что, присоединить к России Беларусь?» Я заинтересовался, установил. Спойлер – в игре сделал то, на что в реальной жизни никогда не решался. Каждую девушку, которую я там встречал, я не заебывал. Прикиньте, такое тоже бывает. Я вообще в шоке самого себя. Они прям, знаете, они там ко мне подкатывали по сюжету, подходили и такие «Ах, у меня такая мокрая киска!» А я отвечал «Вытри!» «Ну, как мне и помочь, полотенце, да, или к ветеринару отвезти?» Ну, я не понимаю, честно. Слушайте, почти год назад на работе мне предложили сделать прививку от ковида, а я работал дистанционно. Спасибо большое, невероятная забота о моём здоровье. Какие ещё бесполезные прививки вы могли бы мне посоветовать? Например, прививку от рака. «Как мне родиться не в июле?» Ну, это… Ну, я честно… Я не понимаю. Единственная прививка, на которую я сам пошёл, это была прививка от бешенства. Ну, случай был вообще, конечно. Занимался романтическими утехами с девушкой, естественно. В какой-то момент прям рассверепел, понимаете, и… И порвал колготки. Она такая, типа, «Ты чё, ты чё, псих вообще? Сходи, сделай прививку от бешенства!» Да, пришлось, ну, пришлось, знаете, все эти любовные ласки приостановить. Колготки зашить, да? Ну, потому что, ну, всё-таки зима. Ну, холодно. А мне же надо в чём-то ходить, так ведь? Вообще, смотрите… Ну, честно, я как бы… Ну, я не понимаю… Я, мне кажется, не все прививки бы выдержал, понимаете? Это тело не на всё способно. Мне кажется… Но для меня… Для меня ещё не придумали прививки. Единственная прививка, которая мне бы подошла… Вот, ну, это, наверное, прививка вот сексапильности. И от пиздежа ещё. Вот, ну, смотрите… Вот, я не антипрививочник, честно. Потому что, ну, всё-таки закончил 9 классов, да, в голове что-то отложилось. Вот, я… Ну, понимаете, я просто не успел поставить прививку. Потому что ковидом я переболел, и я пожалел, что я не поставил прививку, потому что последствия были очень неприятные. У меня после болезни на голове появилась лысина местная, локальная, аллопеция называется. Вот. И это было очень стрёмно. Я два месяца ходил в кепке. Вот. Ну… А потом, слава богу, потихоньку зима началась, блядь, понимаете? Вот. Ну, честно… Честно, мне стало грустно, что, знаете, у меня она была местная, а я не облысел полностью. Потому что лысые мужчины, они источают мужественность, понимаете? Вот. Ну, серьёзно, когда на таких смотришь, ты такой, ну, он без волос и без комплексов сразу, да, как бы… Ну, очевидно, круто. Вот. Когда смотришь на лысого мужика полностью, да, ты такой думаешь, ну, он этой ночью точно спал с тремя девушками одновременно. Когда видели меня с плещью, думали, ну, он спит с собаками. Он спит с собаками на помойке, это точно лишай, понимаете? Вот. Блин, ну… Честно, когда ты видишь лысенькую голову, да, мужчинки, да, блестящую вот эту… Ну, её же хочется погладить, понимаете, потрогать. Вот. Когда ты видишь мужика с лишаем, ты такой, трогать нельзя. Ни в коем случае. Вот. Рядом лучше даже не дышать, на всякий случай. Вот. Маску не снимать. Слушайте, я… Смотрите, в Тиндере очень тяжело, получается, вообще, в принципе, общаться. Вот. И случай такой был… Честно вам скажу, для начала зафиксируем, я неплохой человек. Хорошо? Вот. Ну, смотрите, я не хотел, чтобы общение с девушкой, ну, переходило в что-то большее, ещё до того, как я узнал, что она инвалид-колясочник. Понимаете? Вот. Ну, и смотрите. И в какой-то момент… Ну, я же комик, решил пошутить. Да? Вот. Я ей такое говорю. А знаешь, почему Стивен Хокинг не попадёт в рай? Она такая… Нет. Почему? Я говорю, потому что в рай ведёт лестница, а не пандус. И она что-то не ответила. Знаете… Ну, я честно… Я сначала значение этому не придал никакого, да? Вот. Подумал… Ну, бывает, да? От телефона просто откатилась. Не знаю… Ну, потом она не отвечает один день, второй. Я начинаю волноваться. Слава Богу, потом ответила. Я такая… А… А я думала, потому что он атеист. Я такой… Ну, и дерьмо. Увы, у вас чувство юмора. Да. Наши отношения далеко не зайдут. А я в бассейн хожу. Ну, с родителями, со своими, конечно. Вот. Но… Тоже, знаете… Сразу после первого же похода в бассейн почувствовал трансформации в своём организме. На лице раздражение появилось. Из-за того, что у отца член больше, да? Вот. Вообще… В целом, очень много неприятных ситуаций бывает в бассейне, признаюсь вам. Вот. Особенно в мужской душевой. Ну, я там моюсь чаще. И… Смотрите, просто такой случай был. Я голову намылил. На глаза шампунь попал, да? Ничего не вижу. Вот. И случайно локтём смеситель задел, полилась горячее. Понимаете? Я отскочил такой, ой-ой-ой. Ну, типа, срочно нужно переключить воду, да? Вот. Но… В мужской душевой. С закрытыми глазами. Велика вероятность нащупать чужой смеситель, понимаете? А я не хотел кому-то сделать погорячее, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Вам не кажется, что смесители вот эти однорычажные – это деградация? Мне просто, ну… АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, господи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я к тому, что, ну, с кранами было все всегда круто, да, крутишь синий, холодная, красная и горячая, понятно, круто, но вот эти, знаете, гуси долбаные, рычажки, вот, у них же, ну, всего два долбаных положения, так ведь, вот, первое положение, где невероятно холодная вода, вот здесь, и невероятно горячая вода, вот здесь, понимаете, понимаете, и... Как вообще, ну, тяжело это регулировать, честно, вот, мне кажется, эти смесители прямое покушение на мою мужественность, вот, да, честно, вот, знаете, они из разряда этих дверей, которые тяжело открывать, вот, хочешь, ну, хочешь перед девушкой открыть, так, тянешь рукой, не получается, второй рукой, ногой помогаешь, она на тебя смотрит, как на психа, говорит, успокойся, ты что, сделай прививку от бешенства, вот, так и... Так и было, спасибо, спасибо. Ой, я еще в утреннее время хожу в бассейн, вот, не потому что безработный, а потому что самозанятый, самозанятый бассейном, вот, и, знаете, я хожу в утреннее время, там очень много пенсионерочек, и, блин, как они мне нравятся, честно, господи, они просто замечательные, да. Вы же видели, как пенсионерки ведут себя в бассейне? Они же ведут себя там, они же ведут себя в бассейне, как шлюшки, в хорошем смысле, они очень игривые, честно, ну, я это видел своими глазами, две пенсионерочки закончили купаться, вот, и одна вылезла, и второй кричит, такая, типа, Варя, пойдем, я тебя пожухаю. Я такой, Варя, если ты откажешься, пусть она меня пожухает, да, ну, как бы, я буду, я буду не против, вот. Вот, так, давайте сейчас небольшой опрос, поаплодируйте те, кто смотрел «Остров проклятых», есть такие в зале, поаплодируйте, пожалуйста. Вот, вы, наверное, помните, что главный герой имел травмирующий опыт, связанный с водой, и поэтому он весь свой опыт, связанный с водой, он вытеснял из своего сознания, понимаете? Для него вода, это было просто пустое место, вот, он его вообще никак не замечал. Вот, у меня весь травмирующий опыт связан с бывшей, вот, поэтому я таких девушек, как бывшая, знаете, вообще в упор не замечаю. Они для меня пустое место, вот эти вот, знаете, карьеристки, которые такие, а я в этой жизни хочу чего-то добиться, закончить школу, ну, пошла ты нахрен, я считаю, мне... Мне с такими говорить не о чем, вот. Я недавно еще возвращался в родной город, Ижевск, вот, там население 800 тысяч человек, это немало, и представьте себе, в первую же неделю на девятый день встретил бывшую, прикиньте, потому что следил за ней, да, вот, ну, я считаю, она сама виновата. Могла бы и в других местах отмечать свой день рождения, да, а не у себя дома, вот, ну... Спасибо. Я, знаете, просто для себя, что решил в последнее время, что вот этот вот ваш весь секс, да, я... Я им буду заниматься вот только с теми, кто меня полностью понимает и кому я абсолютно доверяю, поэтому весь ноябрь не дрочил. Вот, ну, как себе доверять? Я вообще, ну, максимально странное существо, понимаете? Вот, мне кажется, что девушка должна уметь лгать честно в отношениях, не знаю, вот, потому что, ну, невозможно жить без лжи. Как минимум потому, что девушки всегда говорят одну фразу, которая не может быть правдой. Это, вы знаете, вот эта фраза, я люблю тебя таким, какой ты есть. Да какой ты... Какой ты есть вообще, да, какой я есть, я есть грудь, ну, тупейшее существо, понимаете, на планете. Вот, мне, мне честно, мне нельзя задавать ни односложные вопросы. Если она спросит, ты меня любишь, я... Да. Она спросит, за что? Я за Орду, я не знаю. Ну, честно, блядь, это очень сложно. Я за Орду, я не знаю.